Не застаться бояковым до чужой бяды. Никите Гончарову с Гомеля потребна допомога. Пятимесячный хлопчик не может самостоятельно дышать и глитать, бодать, что не реагует на светлые гуки. Усюгэта выник раннего органичного поражения головного мозгу. Шанс вырытывать дитя дают немецкие специалисты. Для лечения и реабилитации хлопчика открыты доброченные рахунки. Марина Северьянова побывала у семи Гончаровых. На порозе шмат поверховки на Рыжевском проспекте нас устрекает мать маленького Никиты Маргарита. У колидора за ее спиной на всю квартиру шумит кислородный концентратор. От ягода дитячего ложку упакует, тягнется трубка. Без этого аппарата Никита не может жить навод некольких годин. Хорошается хлопчик про зонт, хотя самостоятельно Никита так само не может. Народился хлопчик на передней Дня Перамоги, 8 мая. Эта жарность, рассказывая Маргарита, была легкой, без ускладнения. А потом нечто пошло не так. И дитя с родильной зали трапила одразу в реанимацию. Там, а потом в областной детяшей больнице, Никита провел полову своего життя. Два с половиной месяца. Я легла в больницу, когда ему уже было два месяца. Вместе с ним педиатрическое отделение уже перевели из областного роддома, из реанимации в реанимацию в детскую больницу на Жарковского. Там он побыл в реанимации. Когда уже там педиатрическое отделение перевели, я уже на совместное пребывание легла с ним вместе. Маргарита каже, что ночью поспать на выдыхе один, без того, как не нужно было устать до Никиты, не отримывается. Постоянно необходимо притушать трехиастому аспираторам, чтобы хлопчик мог дышать. Маргарита имеет медицинскую эдукацию. До декрету работала фельдшером у амбулатории. Там ухудка разобралась, як обходится с усіми апаратами, которые поддерживают жизнь ее маленького сына. Мы обращаемся к людям, которые неравнодушны к нашим деткам, которые болеют, которые смогут чем-то нам помочь. Обращаемся в СМИ, потому что сами мы не можем помочь ребенку такой большой суммой. Я же Никите, а у Гомеля не только ему, потребная допомога абилитолога. Поколь такие специалисты працуют у некоторых и инших областных городах и райцентрах Беларуси. Поколь же Маргарита сама, сбирая потребную информацию в интернете, знаменится с семьями, у каких такие же проблемы. И Марець, как я и сын, жил далей без усіх этих проводов трубок аппарату. Как можно было выйти на улицу и тримать салоту от прогулок на свежем поветре, рука об руку с маленьким Никитой. Але почать лечение треба до года. Потом будет поздно. На данный момент Никите 5 месяцев. И чтобы были хорошие результаты, нужно на реабилитацию попасть до года. Потому что до года у детей еще формируется мозг. Есть еще возможность как-то ему помочь ребенку. То есть мозг пластичен. И тогда могут быть хорошие результаты. То есть ребенок сможет, как все там, ходить, например. То есть не просто лежать, как у нас прогноз будет ребенок лежать. И все. То есть можно и нужно до года. Кабмару на близи до реальности семьи Гончаровых треба собрать унушальную сумму. Каля 100 тысяч евро для лечения и реабилитации в Германии. Одна из неврологичных клиник, которая специализуется на таких патологиях, готова дать шанс Никите и его семье на будущее. Клиника именно специализируется на неврологических детях, тяжело больных. И отзывы о клинике очень хорошие, что положительные результаты у детей, которые там были. Та помощь Никите Гончарова может каждый. Реквизиты добрачных рахунков вы видите на своих экранах. Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Телерадо, компания Гомель.